Привет, друзья! В этом выпуске поговорим немного о BIOS. Рассмотрим, что же это такое и что с помощью него можно делать. Наверняка вы не раз уже слышали о том, чтобы установить Windows или восстановить каким-то образом данные с компьютера, восстановить жесткий диск, проверить оперативную память, железо компьютера, необходимо использовать BIOS. Что же это такое? Как сообщает Википедия, BIOS с английского Basic Input-Output System или по-русски базовая система ввода-вывода. Это набор микропрограмм, которые помогают другим программам работать с аппаратурой компьютера и подключенными к нему устройствами. Если сказать просто, то BIOS это программа, которая установлена в материнской плате. И с помощью этой программы мы запускаем компьютер и уже благодаря ей запускаются все остальные программы, в том числе Windows. Как войти в BIOS? В этом помогают специальные клавиши для запуска BIOS. Каждое материнское плате, они могут быть различными. В основном это клавиши либо Escape, либо F2, либо F12, либо Delete. На разных компьютерах, как я уже сказал, разные варианты, как можно запустить BIOS. В моем случае у меня ноутбук и клавиша запуска BIOS F2. Давайте включим ноутбук. Итак, давайте посмотрим, как это будет. Я запускаю ноутбук и нажимаю клавишу F2 сразу же, как только появляется заставка с названием ноутбука, либо в случае с системным блоком, названием фирмы материнской платы. Появляется первая страничка, обычно она называется Main. Здесь настройка времени, даты компьютера. Обычно время и дата не устанавливаются нами, она определяется автоматически через интернет. Есть в Windows все функции синхронизации, но в некоторых случаях вы можете задать систему дату прямо здесь. Также мы видим ниже здесь описание процессора, жесткого диска, CD-привода и оперативная память. Сколько оперативной памяти, также версия Windows и язык. В основные самые настройки. Что еще мы можем увидеть? Здесь клавишей стрелочка вправо мы переходим в раздел Security, безопасность. Здесь мы можем установить пароль на BIOS, ввести пароль и затем его повторить. Либо супервизор, это самый главный пароль, который будет, если что, выручать вас, если вы забыли пароль пользователя. Также можно поставить пароль на доступ к жестким дискам. Можно выбрать два варианта, как можно запаролить пользователя и мастер-пользователь. Двойной такой пароль. И тоже включить безопасность и выключить доступ по паролю. Видим, что в BIOS есть такое правое меню, правая колонка, где описываются функции, которые мы выбираем. Что это означает. Более подробно описывается. Конечно, на английском языке оно все же может быть очень полезным, даже если придется перевести. Почему? Потому что на некоторых компьютерах... А у меня тут ноутбук, конечно, в BIOS очень мало настроек. Мы еще посмотрим, какие есть, но на самом деле скажу, их очень мало. А если у вас настольный компьютер или очень хороший ноутбук, или хорошая материнская плата в вашем настольном компьютере, то там может быть очень много настроек, в том числе, которые помогут сделать компьютер быстрее. Можно разгонять процессор с помощью настроек BIOS, выставлять вручную частоту процессора, выставлять различные параметры видеокарты, материнской платы, которые помогут ускорить процессор. Но все это показать невозможно, потому что на каждом компьютере разные настройки. Но скажу вам, что именно это поле, которое справа поможет вам более разобраться в том, что означают настройки, и уже принять решение, использовать эту настройку или нет. Далее у меня следующий раздел использования или управления питанием. Например, можно ли включать компьютер по сети LAN, включать по нажатию клавиатуры, включается ли компьютер, если критический заряд батареи, у меня включено. Он переводит из ждущего режима, включает компьютер, чтобы можно было его выключить. Ну и другие настройки, касающиеся интерфейса жесткого диска, USB и их питания. Например, есть такая настройка, вот, динамическая частота процессора. Тут же можно включить, чтобы динамически можно было менять частоту процессора, или для экономии всегда низкая частота процессора. Тогда процессор будет работать немного медленнее, но будет экономиться электроэнергия. Следующий раздел Advanced, продвинутые настройки. Здесь можно выбрать скорость загрузки при старте, обычная или быстрая, fast. Ну и простые очень настройки, дополнительная графа System Configuration. Можно нажать Enter, зайти сюда, здесь еще есть некоторые настройки, все мы не будем разбирать. Ну и самый часто используемый раздел, снова нажимая вправо стрелочкой, раздел Boot. Обратите на него основное внимание, потому что именно этот раздел часто нужен, чтобы выполнять необходимые нам задачи. К примеру, установить Windows с диска или с флешки. Либо запустить специальную программу, которую нужно с BIOS запускать, как это говорят, тоже с флешки или с диска. Почему с BIOS так говорят, что нужно запустить с BIOS программу? Потому что в BIOS нужно выставить, что запускается первоочередно, с какой носителем информации первый дает свою информацию компьютеру. И здесь приоритеты стоят. Первый, посмотрите, USB. Второй, HDD, это жесткий диск. Третий, ODD, это дисковод, DVD-привод. И четвертая, сеть LAN. Значит, что это означает, что первым у меня запустится информация с флешки, с USB. К примеру, если я запишу установочный образ Windows, образ диска Windows или другими словами установочный образ на флешку, то сначала запустится при старте компьютера у меня с флешки все, и начнется установка Windows. Только после этого, если у вас с флешки ничего не прочиталось, на флешке ничего нет, что может запуститься на компьютере с под BIOS, то запустится что-то с жесткого диска, к примеру, установленный Windows. С диска ничего не запустится, потому что после жесткого диска только у меня будет дисковод. Чтобы изменить эту ситуацию, и мы могли установить что-то с диска, с DVD или CD, мы выбираем строку, где у нас CD-привод, и как описывается в строке помощи внизу, с помощью клавиш F5, F6 можно двигать, к примеру, в таком положении сначала будет запускаться что? Диск, затем второе флешка, затем только с жесткого диска установлены Windows. Верну обратно с помощью F5, вот таким образом. Ну и все, у меня больше настройок нет в BIOS. Следующий раздел Exit, это выход. И здесь можно выбрать, выйти, сохраняя параметры, или выйти, не сохраняя параметры. Или загрузить по умолчанию настройки. Ну давайте сохраним. Помните, что если вы просто выключите компьютер, ничего не сохранится, то что вы настроили. Поэтому надо либо нажать F10, как пишется в нижней строке помощи, какие клавиши нажимать, либо нажать Enter на этой строке. Выйти, Saving Changes. Exit, Saving Changes. Значит, выйти, сохраняя изменения. Нажимаем Enter. Еще раз нас спрашивают, сохранить изменения. Нажимаем Yes. Мы перезагружаемся. Теперь только настройки сохранены, и мы можем пользоваться тем, что мы настроили в BIOS. А теперь попробуйте зайти к себе в настройки BIOS. Но помните, что вы делаете все на свой страх и риск, и некоторые настройки могут принести даже вред вашему компьютеру, если вы делаете что-то не так. Поэтому будьте осторожны, читайте описание настроек. Если переживаете, то не сохраняйте при выходе эти изменения. Тогда все будет так, как было раньше. Я же желаю вам и дальше получать новые знания о вашем компьютере. Если это видео вам было полезным и понравилось, ставьте большой палец вверх под видео, нажимайте кнопку «Нравится». Подписывайтесь на канал ПК без проблем, и не пропускайте новые выпуски о работе с компьютером и интернетом. Спасибо за просмотр, до новых встреч в эфире!